благодарность это не должен и не надо это выбор осознанный выбор почему я во многих видео говорю о чем о том что мы что излучаем то и получаем человеческое существо излучающее существо поэтому когда человек излучает тревогу реальность смещается в ту сторону где тревоги становится больше когда человек излучает долженствование все ему должны или он должен он смещается где этого становится больше в нашей жизни становится того больше что мы излучаем когда приходят мамы и говорят вот ребенку три года он не может ходить в туалет на горшок я ей говорю то же самое ты имеешь то что поощряешь смотри как ты относится к тому когда ребенок описался ли обкакал а ты возмущаешься но ты же уже взрослый как ты можешь но опять ты покакал но опять ты не туда покакал да сколько же можно почему-то не хочешь на горшок она казалось бы хочет научить своего ребенка но чем больше она это делать чем больше на этого имеет а я говорю сушь а теперь возьми ребенок сил на горшок и начни допачь ой ты умничка ой ты молодец он Он даже посидел две секундочки, начни этому давать больше, больше, больше эмоций, нежели тому, вот то игнорируй, когда он обкакался, а это поощряй. И многие мамы приходят и говорят, ой, спасибо вам большое, наконец-таки я приучила своего ребенка делать. Так вот, то, что мы поощряем, то в нашей жизни становится больше. Как это ни странно выглядит. Поэтому, друзья, выбор благодарить, это выбор, осознанный выбор. Благодарить и за то, что у нас есть, и за то, чего у нас пока нет, но благодаря тому, что у нас этого нет, это будет. Мы проходим все с вами на планете Земля уроки, все до единого. Каждый проходит пройти свои уроки. Я свои, вы свои. И один из уроков, это научиться любви. А любовь и благодарность, и красота, они очень близки по ощущениям. Так вот, возьмите лист бумаги и напишите, за что вы выбираете быть благодарным своим родителям за то, что они в вашей жизни не сделали. Потому что мы в основном стараемся быть благодарным за что-то. А начните, возьмите лист бумаги и напишите, за что вы благодарны, за что ваши родители. Например, когда я это осознала, дотянулась до этой мысли, я села и написала. И я так благодарна родителям за то. То есть раньше я говорила, вот мои родители развелись, из-за этого у меня вот эти проблемы, вот эти проблемы, вот эти проблемы. Сейчас я начинаю все больше и больше с каждым годом благодарить за то, что они развелись. Потому что благодаря их разводу я там то-то-то-то-то. Благодаря тому, что мне не додали, я то-то-то-то-то. Благодаря за то, что я не получила от них вот это, я развила себе вот эти, вот эти, вот эти навыки. И это очень интересная практика.